это единственное место где это действительно может сработать прямо на ура здрасте совет вальдерона не в доумении мы получили приказ ну как минимум двоих вот так вот а в ты смотришь pr petus play меня зовут саша играем в стикс 2 возможно последний стикс издатель а стикс то сам уже вовсе не такой зеленый каким был вначале я вам конечно зеленый но он не зеленый ты знаешь уже во всем другой стикс хотя внутренне внутренне он меняется из игры в игру даже между двумя стиксами я уже не говорю об орках и людях он сильно различается давай наклепаем все что можно и отправимся на войну клонов последнюю если она вдруг оказалась такой себе оказалось потому что игра уже давно давно сделано и это могу просто разве что сейчас понять что она оказалась не тем о чем мне бы хотелось эти самые клоны еще расклонов будем делать то может и яйцо пригодится благовония может и благовония давай а давай херня херни на принципе все сделал только что здесь можно делать здесь и понятно яд и слота а здесь такс значит мне надо найти эту чертова взрывчатка потом встретиться с тобой у вас тюрьмы именно я выясню точное местонахождение машины и и слабые места и где же я найду эту чертова взрывчатку задницы вальдоранских гномов знаю что одна из номер бом находится в верхнем складе города но мы наняли людей для разгрузки свои драгоценные взрывчатки ладно попробую найти остальные если найдешь янтарь оставь немного для меня твой должок прилично уменьшится ты должен перестать травить себя этот яд сделает тебя рабом листрил думаешь как она нашла тебя в тобине оставь свои советы при себе один ум не как-то сказал добродетели золотая середина между двумя порогами а лицемер вроде тебя середина между половинками моей задницы раз уж зашла за тема казнула задницы то приятного тебе аппетита насчет задницы лайки комментарии репосты это все влияет на видео на следующее 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 только недавно говорил что видел даже пример почему важно это он просто ненавидит теперь ведра после случаях блестяшкой почему важно ставить лайки писать комментарии так далее и тому подобное привел примеры интересные и вот возникают вопросы я пару людей даже сейчас типа как видео вышло два дня назад чё я уже буду писать тот комментарий уже все я смотрю на это читаю думаю да нужно говорить нужно говорить еще больше об этом в два раза больше объяснять нюансы поиск например такие нюансы что если видео вышло два дня назад это не значит что я твой комментарий не смогу оплатить жизнь в этой же игре вот сейчас мне казалось это очевидно а кто-то еще говорит что может не надо столько об этом говорить конечно не надо столько об этом говорить нужно говорить об этом два раза больше может быть тогда может быть миссия 8 саботаж охотничьи поселок после убийства стиксом кстати они зачастили последнее время повторять те же самые локации но в принципе локации ты хороший ты в первой части стикса это было как бы они просто продолжают традицию ну ладно после убийства стиксом посла гномов напряжение в крепости выросло и а это значит что там теперь уже будет больше искусственного света а то эти свечи эти факел ну мало того что это дымит все сидит и так она еще и плохо освещает а так напряжение выросло уже наверное будет получше а конфликт между темными козлярами и светлыми гномами кажется неизбежным жарак выяснил что на чертеже найденным у посла изображена машина для производства янтаря построенная гномами для лис рил судя по всему но это конечно рабочая теория вовсе не факт но там они должны работать голые как на любом производстве наркоты мы знаем что там будет эльфики даже ну как всегда в любой документальный фильм не посмотри про наркотики там сразу тебе все расскажут эльфики голые производят конечно есть только одна вещь в мире которую стикс любит больше янтаря это он сам тут почему-то описано свободу но это ошибка поэтому он нехотя согласился помочь от жараку уничтожить агрегат и таким образом подорвать власть или стрел а сам наверняка думает как будет машину себе в убежище это перетаскать и перетянуть пока джарак ищет точное место расположения машины в карангаре x отправляется в вельдоран за гноми парахлом бомбами чтобы взорвать и вот что там будет там будут гломьи бомбы теперь мы сможем делать гноми бомбы наконец-то хотелось бы чтобы они были с кислотой ему нужна только концепция как это устроено эта бомба наполнитель он сам сделает говорят что посла убери это правда проклятые козляры взорвать бы их нахер чертовой матери по словам джарака одна из бомб находится на складе верхней части города то касается остальных то попробую проследить за посылками о которыми которых он говорил попробуй но это все меркнет перед главной и истинной задачей найти все блестяшки 10 ну все то есть здесь 10 там 10 а ну-ка тест на веревку тест на весельника класс отлично работает а будь это первая часть тут могли бы и подложить а ты цепляешься здесь молодец а здесь а здесь цепляться не надо зачем так рядом но это надо где-то посередине потому что я сюда возвращаться потом буду что блестяшка блестяша и 2 у тырка а а дырка то здесь стало больше это никак не оцепляется нет дали они могут заметить любую секунду и пойти нахер пик какая хорошая штука гроб какая хорошая штука кстати кстати насчет штуки когда начинается прямо в этой лодке очевидно людишки выгружали бомбы здесь остается только пройти по их следам мочало следом блестяшка это ты что ли о а так и знал что ты обходишь эту хрень я так и знал надо что-то с этим делать я что ты подобрал не блестяшка жаль так а как атака так а пока 1 пошел найс чаща выветрится не переживай сейчас все выветрится а ладно еще раз приятного аппетита но он вонючий конечно не ну в принципе понять можно эти латы они никогда не моются а то еще мало ли заржавеют плюс редко снимаются это вздыхаешь а это же это навык а я думать чем вздыхать начал жизнь тяжелее стало что ли давай попробуем кого-нибудь отравить наглухо насмерть отравить ну а как бы мы войну клонов то зачем вообще начинать борьбы не видел гримли позавчерашнего нет нет не видел а ну-ка отравленное облако гномы кашляют гномы кашляют но мы даже может блюют и блюют но мы блюют и блюют и блюют и и все прошло как тебе эффективность есть я кажется что под покровом блюющих гномов можно было бы украсть все что мне нужно или пройти там где мне нужно само собой а также это можно сделать врубив невидимость а также это можно сделать намазав 6 вот этой хренью а также это принципе можно быстро сделать скорее всего смысл теряется ты не видел гримли после вчерашнего нет он ушел без нас с тех пор его не видел его ноздри раздавается когда он что-то затевает должен быть нашел что-то ценные и заныкал дабы ему в нос не дали пойду поищу его вчера он направлялся куда-то куда-то это большой город мне нужно подняться повыше если хочу последить за ними большой большой город воняет зеленокожими но это к слову необходимости втирать этот тройной рекал он гоблинский и все остальное конечно они могут облегчить какой-то степени безусловно но так чтобы оно было необходимо оклоны вообще разочарование ладно с этим одеколоном он его нашел рецептуру эту и сделал не то чтобы задорого вообще то есть сущий пустяк давай попробуем хотя бы чтобы не так было оскана и узануть все же гоблина когда они будут стоять рядом для этого нужно выждать момент когда этот вернется на базу и этим самым гоблином планированным давай олен цапнуть его упс он должен был в теории схватиться но руки коротковаты оказались там а даже так во время он решил повернуться конечно ладно сменим тактику чуток ну в принципе может сойти этот после циндента с послом тоже ожидал что он за вывеску то так просто не зайдет давай через верх ясно этот нам не подходит нам подходит тот но он уходит а потом этот уходит или просто попытаться быстрее это сделать не настолько быстро в общем можно но давай будем откровенны вот так чтобы прям откровенные откровенные во первых моментов когда ребята без брони будут рядом с ребятами с броней не так много но это я просто стараюсь не материться очень мало имеется ввиду таких моментов во вторых гемор это еще тот аж чаще всего в такие моменты ребята не стоят на месте третьих чаще всего в такие моменты как я понимаю можно будет поступить совсем совсем иначе что имеется ввиду и что нивелирует опять а клонов можно было убить и того когда он уходил вниз и все можно было убить этого когда он когда стражник в броне уходил туда куда-то вглубь и все а стражник когда он перебесится что-то кстати быстрее чем вот это вот загружаться по 200 раз можно было просто свистануть ему к чтобы он подбежал к сундуку то есть конечно же это как бы дополнительный вариант но когда ты читаешь когда ты читаешь описание навыков и тебе пишут про то что клоуна способна убивать там и ничего не пишут про броню и так далее и ожидаешь сильно иного отчего не минуем облом но в целом что в первой части перня не 2 2 а можно они открывают сразу обе я значит где-то там значит там где-то нет блестяшки я надеюсь на это там только янтарь можно до 2 сразу дернуть может такая схема такая нет он отпускается но это мог бы получиться этот нюанс если бы его было в дело в тайминге но нет он надеется там я нет блестяшек только янтарь не очи не чистый за решеткой не чистый просто бочка но она вроде бочка ведро но она не перевернута но тоже опять-таки уверенности в том что за ним нет блестяшки просто за ним не в нем а за ним тоже нет как они предполагают что туда можно было добраться или может быть здесь можно только одну решетку изначально открыть а может как-то что так головой то бьешься тексик тыч стик сыч не будь ты таким сычом какого хера хорошо сверху нельзя а снизу может тут какой подкоп можно организовать а может это решетка открывается только один раз когда выпускаешь на свободу бывшего кореша так так что это тут у нас похоже человечки еще не донес свой опасный груз до места а почему бы его и не свистануть это было даже слишком легко хотя блестяша чё такое понял что тебя покрали или что а свет точно я забыл что вы параноики не знаю я читаю что таком возрасте можно было уже как-то избавиться от боязнь темноты хотя темноте скрывается гоблины так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не даешь гоблину нормально сохраниться И в конце умираешь от колокола Синдром серии трупов А потом как в фильме 88 минут Это только в самом конце Ты понимаешь? Ты охреневаешь От того нюанса, что все это Я сделал один Бедненький Маленький Коблин Один Все эти трупы И он и там был И там был И это, и то, и все И он везде побывал Всех поубивал Еще и тебя Кошмарил На протяжении Долгого времени Это же ужас Страшный сон Стражника А что такое? Где эти? Нюхачи Мне аж страшно Как ты там Возбуждаешься Стикс Такие моменты От того, что где-то Что-то Лежит Кстати, обязательно было Янтарь Здесь Неочищенный Делать именно В виде какого-то такого Кала О, блестяшка Ну, то есть Рыжий кал какой-то Найс А это не здесь эти? А, почти Почти не здесь Оу Кто-то напрашивается На мину О, кстати, видишь Нюх Не работает Сработал Да ладно Ты что? Правда? А может Зазвать его туда? Под люстру, а? Можно так извернуться? Можно так изловчиться? Это ж какого хера Здесь происходит Пришел Навонял И уходит Смотри Клянусь своей бородой Ну его нахер Кстати Я так понимаю Уверен? Я так понимаю Вот его Вообще Хрен Удастся Человеком каким-то поймать Идеально Идеально Скажи мне на милость Пожалуйста У него, кстати, точно такой же стояк Как и У этих человеческих стражников Значит Так и Запишем На гоблина Стоит у всех Но Скажи мне на милость Неужто это Было Сложнее Чем Зачем Заметь Без использования Любых Подручных Средств В виде Этой Присыпки От вони Гоблинской Невидимости Бутылок Это было сделано Просто вот Голыми руками Неужто это Сложнее Чем Вот этим Вот Долбанным Клоном Искать Какого-то Человека Подвести Этого Гнома К человеку На расстоянии Два метра Это не так много Здесь Чтобы вот Чтобы Ну это в общем Неоправданное Извращение Я вот Раньше Несколько серий назад Говорил что Ну знаешь Я любитель Поизвращаться Во всяких Играх По разному Но есть же Предел Ну есть же Меры Какие-то Есть же Граница За которую Переступать Не стоит Даже здесь Можно Использовать Гребаный Флакон Свистануть И возможно Засунуть Кое-кого В Став Милей Милей Борода Да Даже Это Геморней Чем-то Эх Поздно Да Надо сначала Этим Райным Эдиколоном Зарядиться Но его не так Надолго Хватает То есть Три минуты Это Ни хрена Не так Много Ладно Тут я уже Тороплюсь Хорошо Уговорил Его же Можно Все-таки Упаковать Туда Разве Нет Я же Паковал Ну Не будь Сукой Не Нет Все-таки Сукой Это Будет Ах Да Тяжеловат Все-равно Или не дошел С ними Это не прокатит Учитывая Что с людьми Они вообще Не контактируют То Если Это Бесполезно То Клонированный Взрывающийся Ядовитый Клон Тем более Ни о чем Хотя 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 Надо признать Но Они тоже Конечно Себя Немножко Обманывают Этим делом Потому что Ну Камон Так Просто Нельзя Взорвать Гоблина Гоблина В приличных В приличных заведениях Это мой клиент И с ним Учитывая Что Шагов Громких Нет Точно Такой Же Клиент 2 Значит Клиента Пришли Посмотрели Странно Что Это Такая Кислота Которая Видимо Тела Та Не разъедает Тела Ничего Кроме Тел Не разъедает Точно 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 Мы же Не в темноте Здесь Нужно Дать Ему Немножко Спуститься Нужно Дать Чуть Чуть Спуститься Окруч А ну-ка Иди сюда Окруч Так Может быть Даже второго Успеем Подрезать Вот так Вот так Вот так Вернулся Как ты Не заметил Этот трупак Когда сюда Шел Ты мне Скажи Обратно Запрыгнешь Молодец Какой Вот и все Чему я Вообще Вел С этими Клоунами Клонами С этими Не надо Заигрывать С этой Херней Так Не хотите Чтобы клоны Убивали Ну так Не делайте Этого Вообще Ни в каких Обстоятельствах Ни в каких Условиях Никак Ну это Конечно Слишком Просто Слишком Милосердно Я бы Сказал Даже А там Был один Гном Вроде бы Да И опять же Ну даете Вы Очки За это Хваленое Милосердие Ради Бога Я Почему бы Нет Давайте Тогда Уже Очки За Другой Путь За Массовое Убийство Хотите Добавить Так Чтобы Был У Человека Резон Не Убивать Когда Можно Убивать Сделайте Как Метро Почему Почему бы Нет Ну то есть Чтобы Концовочка От этого Зависела Ради Бога Я Только за Чтобы Человеком Был Смысл И так Пройти И сяк Пройти А кто Нибудь Вообще Эту Миссию Проходит Глядя На Эти Следы Старый Добрый Трюк Вот Это Вездух А то Пришлось Бы Таскаться По Всему Черному Городу Можно Подумать Кому То Очень Хотелось Чтобы Я Сунул Свой Нос Каждую Дыру Ну Вообще Это В этом Концепция По Моему Так Вот А Почему Нет Ну Есть Разные Подходы Тем Более Тем Более Что Раз Вы Добавили Уровень Сложности В рамках Которого Вступать В Открытые Конфронтации Не Вариант Имеется Ввиду Сразу Ж Наступит Каюк Если Стикс Попытается Кого то Грохнуть Бою Да Кого то Там Увидел Кстати А Продолжается Болезнь Вот Ну Что Зарекся Что Лиф А Где Где Это Переживая Не Переживая Стикс Не Переживай П Нормально Это Был Минорный Такой Еле Заметный Практически Незримый И давай вернем туда Мне там нравилось Там было хорошо А начало следа Мы еще успеем взять Когда все будут мертвы Например До этого Стражника Можно было еще и здесь Убить Обязательно было Устраивать Эту Планированную Смерть Да Я хочу Чтобы этот факел Все-таки Погас Навсегда Опять сюда Меня потянуло Не знаю Чем это связано Занюхнул славно И вышел не туда Куда надо Ну мне сюда Не надо На самом деле Надо туда И продолжать Уже По намеченному Пути Чтобы потом Не искать Блестяшку Хотя я Сука Единственное Что под ведра Не заглядывала Это другое Дело Это да Ну больше Смысла Класть Под ведра Нет Потому что Я же буду Заглядывать Хотя Ну попробую Под каждое ведро Заглянуть Ну тоже А вот тебе Я же говорю Надо Все Обыскивать Планомерно Вот и Блестяшечка Здесь Четвертое Четыре Это уже Греть душу Один Карангар Вильдаран Окинаж Я становлюсь Заядлым Туристом Спору писать Путеводитель Хорошие места Для скверных дел Краткое Рыководство Начинающих Вымогателей Самые живописные Пейзажи Для душегубства Постарелые дворы Ответы на все Эти вопросы Вы найдете Путеводители Зеленого парня Злого Зеленого парня Вот они Шутят О том Что он убивает Душегубит И так далее А сами Внедрили Вот это Милосердие Какого Ребят Ну что вы Это противоречит Гоблинской Концепции Ну что это Такое Это какая-то Херня Ну правда Добраться Добраться до вершины Маяка А зачем Учитывая что мы там были Чтобы посмотреть сверху На эти следы Как он и хотел Ну давай Я вряд ли буду Еще так близок К этому Хорошо Давай сейчас А что там Добрать чистый кварц Подожди А разве у меня уже Не максимум чистого кварца Он говорил О тайнике Где-то Под воздушным Пирсом Должно быть Рядом С тем Колодцем С каким Колодцем Обыскать Зону Под воздушным Пирсом А что там Колодец Есть Какой-то Ты уверен В твоих словах Ну он утверждает Что там есть Какой-то Колодец Хорошо Проверка На Зацеп Молодец Веревочки Да на веревочку А давай Раз мы здесь сказали Что там Мне не хватает Вот этого Ну и все Пожалуй Такс Продолжаем С того же места Да Чтобы не теряться Не Гоблин Ну Ну Что ты Делаешь Тут еще один Нюхач Бесит Что ты будешь Делать Это за звук Что за звук Все Да твою мать Я же думал Ты тут не заметишь Давай шустро Все Слушай А можно же было Действительно Че это я Это по той веревке Так же будет Быстрее Во Все Слышал Гадюка А потом Заметил Гадюка Ну в общем Жизни Конечно Гоблину Не дает Нормальный Че это Дался тебе Этот шкаф Против Этих Бородатых Шкаф Не работает Это мы Выяснили Опытным путем Ладно Пусть будет Так Там один Какой-то Домик Надо обойти Какая-то Дверка Чересчур Подозрительная И в итоге Ничего То есть Совсем Ничего Ну ладно Ладно Хватит Хмыкать Ну тут Прямо Да Раздоль А че А че я там Сейчас Что-то могу Делать Нет Ничего Нет Подожди У нас Сколько у нас Кварца Раз Два Три Четыре Пять Единиц Кварца Из пяти Возможных Но может быть Если да будем Еще чистый Кварц Он куда-то В другое место Может пойти Например В задницу А вот и лодка Джарака Подготовлюсь К отплытию Пока он Где-то Таскается Машина Производящая Янтарь Без мирового Дерева Сема Мистика Какая-то Как она работает Что является Сырьем Я должен ее Увидеть Своими глазами Как это Концепция Как у Философского Камня О Хотя Непонятно Вроде что-то Из этого Блестяшка А вроде И нет Жаль Не здесь Все-таки Как там Не отображают Задание А да ладно Полечимся Еще Не показалось Блестяшек Нет А эти двери Открываются Только изнутри И тут тоже Нет А выше Эх Жаль Эх Жаль Как Жаль Же Надо Немножко Интонация Менять Секс На Такое Вот оно Где ходит Чудовище Чудовище Чего-нибудь Напопить Так и Сейчас Облокотиться Напор На поручень И И Что И Ничего А давай так А Я тебя с ума Сведу Тварь Ага Ага И пока он там Ума сходит Мы отправимся сюда Да Потому что Здесь Блестяша Истинная Блестяша Они Вот так Вот Показалось Просто Но тут уже Надо Перекращать Бегать Да То Боблин Дискать Добегаться Как думаешь Ломанулся Сюда Не А он там С ума Сходит Заперта Нет Ты что Тут Заперта Будет Все Отошел Ну и все Опа Это склада Который говорил Джарак Посмотрим Верна ли Его информацией Найду ли я Первую Гномью бомбу А найдет Ли Вот этот Гном Гоблин Скую Мину Я имею Ввиду Может Насрать Где-то Здесь рядом Он там Сыт Сука Ты посмотри Ну ладно Следующий Раз Он Поплатится За это Если Конечно Он пил Не в последний Раз А то Мал О Кляпа Ты что Блин Я бы тебя Столкнул Я бы тебя Столкнул Но Там же Гоблин Гоблин Там же Борода Пить Перестанет А так Охота Тебя Столкнуть Прям Не просто Подрезать А вот Столкнуть А Это А все А все А знаешь Возвращайся на место Я тебя буду толкать Уже все Это Это В такой Что Шляпе Ты просто Здесь Занимаешься Тем Что Стучишь Даже Не на Кого А просто Так Стучишь Не А где Столкнуть А где А где Только Что Было Секундочку Только Что Было Столкнуть В смысле Ты Недостаточно Близко Подошел Ну ты Говнарь Это Было Какое-то Лютое Разочарование Что С ним Случилось То есть Почему Все 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 Ну Я Конечно Понимаю Что Это Выглядит Как Откровенный Суицид Но Я Должен Попробовать Да Все Все Только Не Начинай Все Как Перестанешь Тебе Убивать В смысле А что А что Я Делать Туда Буду Какого Хера Ты Не Поверишь Что Я Не То Что Там Зацепить Стался Я Думал До Веревочки Долетит Ладно Ладно Знаю Это Было Через Чур Вот Она Бимба Три Три На Мести Славный Будет Фейерверк Увидят Аж В замке Императора Дамокла Осталось Только Найти Проклятого Джарака И его Лодку Ты Нашел Гоблин У тебя Просто Что-то С головой Я понимаю Что Когда Так Часто Я тебя Этой Самой Головой Роняю На Перила Это Сказывается Никаких Блестяшек Тебе А вот Тут Было бы Очень славно Не слушать Их болтовню Которая Точно Будет Но Взорвать Все это Дело Но Можно Попробовать Это Единственное Место Где Это Действительно Может Сработать Прямо На Ура Здрасте Совет Вальдорана Не в Доумении Мы Получили Приказ Ну Как Минимум Двоих Ладно Давай Послушаем Про совет Потом Загружусь И Сделаю То же Самое Мне Само Интересно Давайте Про совет Ребят Здрасте Совет Вальдорана В недоумении Почему Вы уезжаете Посреди Переговоров Мы Получили Приказ Звернуться На родину Человек Война На носу Сейчас Не до Переговоров Война С кем Матерь Гноми Эти Людишки Еще Не в Курсе Козляры На нас Напали С темными Козлярами Болван Они Посмели Убить Нашего Посла Прось Дороги Мы Спешим Пора Поднимать Паруса Это конечно Плохо Но Метары Для торговли Гоблинами Так что Попутного Попутного Ветра Я Догнал Что Это Был Лучший Мой Шанс Поэтому Слушать Нельзя Слушать Ни черта Нельзя Хватит Кмыкать Здесь Ой Ой Это Женита Кнопка Как же Они Сдохнут Если Это Не Та Кнопка Сейчас Будет Там А Кварц Не Пострадает Да Блин Это Не то Что Не Та Кнопка А Просто Он Оказался Быстрее Чем Я Борода Так Все Никуда Не Идем Отсюда Давай Заприметит Так Заприметит Хотя Вряд В общем Одного Гнома Да Одного Гнома Какое-то Достижение Дали За то Что Я Предотвратил Страшное Но Может быть Сейчас Удастся Избавиться Еще От Одного Гнома Хотя Он Пьет От Него И так Можно Избавиться Дем Попробуем Как-то От Того Избавиться За 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 Миссию Это Первый Раз Это Действительно Оправдано Развивать Ради Этого Целую Ветку ну честно говоря это прям такое ну то есть так надо же валить это у нюхает а 2 2 сейчас будет пить и и и и и и и и и другое дело но он свою часть выполнил а ты и тихо пойдет сдохнет там в углу этого даже не услышали а ты это увидишь возможно ты туда ходил только потому что очко сыграла поэтому придется тебя получается придется тебя пригласить аль на я понимаю хорошо вот без приглашения он сюда не ходит ну ладно а да мы там же не были думаю живой человек но и без брони а как-то испортить здесь дирижабль им каким-то образом это такое вывернуть чтобы они где-то в середине пути заметили что у них допустим поворотники не включаются ну как вариант ну или дворники не работают ну или хотя бы блестяшку здесь найти твари ироды какого хера аж потом все здесь буду рыть перерывать надежде блестяшку найти а это специальный мостик да по моему по моему это она слушаем слушаем с с я буквально проклятие снял а то столько раз он падал и ни единого факте мне даже было как-то не по себе какой-то момент я подумал что гоблин сломался психологически немного я может его сломать но всякое может быть на так а там блестяшка есть давай ты ж мог и же вот внизу что-то похожее но возможно просто металл потай калии а это всегда так оставалось или нет квартир есть а то я подумал уже лишний ты не взял и вот здесь вот осталась такая клякса кварцевая лексы кварц прибери бери это споры ты что они редкие вот лучшее что есть в этой игре лучше казалось бы всего лишь мина волю шмина а на самом деле это мина это минище за бесконечные мины я считаю стикс должен был продать душу потому что янтарь это конечно хорошо бесконечный невидимость все дела но толку с этой невидимость если ты не можешь никого убить 6 отлично хорошо двигаемся лучше чем он там у козляр честно говоря тут вот по-человечески построен но вот заметно чтобы по-человечески как-то вот построена все как-то по-человечески тест тест да я сам шоке что ты смотришь но там он уже не цепляется он уже прошел точками возврата и начал кубарем лететь в общем все это слишком глубоко для гоблина насчет глубоко мы же здесь не смотрели блестяшечку ну чтож продолжим до это звук твоей смерти смотрел аккуратно идет час начнет чуять гоблина пляга сейчас свистанет фляга свист ладно и как не бывало лучшее что здесь есть планирование какая херня это клонирование блестяшечка нам с тобой по пути и тут гномья рожа учуяла гоблина гринский и нет и сюда погиб посмотри после нос отказал даже странно как-то взял и отказал нос отец другой страны действительно повоняло повоняло и он подумал то не наверное показалось такое это я же говорю вот это к тому насколько эффективны и насколько нужны даже скорее эти благовония их его тройной одеколан короче говоря так стоп так вот где они держат гоблина перед отравкой к темным эльфам знаю это должно меня злить на эти зеленые рожи настолько в общем они похожи на дохлых курицы это оскорбление для куриц а что я думал ты не занюхаешь ничего потому что здесь темно но опять же это же насколько должен быть на сяра чтобы отличить одного гоблина запах от другого и гоблина а здесь не можно пролезть гоблина видишь а я вижу то что за гранью то что скрыто прикол а что блестяшек здесь не будет да смотри за ручку надо было дергать вот и проходишь все то стикс этих гоблинов конечно плохому научит нестабильных спор маловато да а что вас удивило что двери открыты ли что бывает всяко да ну до тюремной баржи мы добрались повторяется история с прошлой серии да когда все выполнено но блестяшек еще не нашли всех правда в этом случае осталось только 7 листяшечек хотя возможно здесь еще одна я так и знал и не могли эту локацию оставить без блестяшки да чё это я значит только две блестяшки и в принципе можно отправляться домой если тебе понравилось то что здесь творится ты ждешь продолжение то поставь лайк напиши в комментариях что именно понравилось и на что сделать акцент как видишь с клонами я же не просто так это скажем так не вступал какие-то конфронтации в комментариях что типа ну вот же понимаешь что все равно это ге-ма-рой убивать клонами потому что во первых мне нужно было отойти от этого чуть-чуть ну слишком велико было разочарование а во вторых потому что я понимал что даже если так то у кость косвенное убийство через посредника через не бронированного просто посредника убийство бронированного кого-либо это крайне редко крайне геморно и в принципе ну типа может быть но и хер с ним если его нет такое вот поэтому напиши что ты думаешь об этом всем комментариях вот большое спасибо всем за компанию и отдельный респект спонсором канала за поддержку меня и зеленого гоблина м как человеком паухом хнула и я по бой а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok